Девушки отдыхают 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 Я жду мячик вот здесь, мне будет удобно, вот здесь уже с трудом, а если еще дальше, то или я вообще не достану, или он меня вынесет из стойки, из основной, так что мне же будет хуже. Да, то есть он возбудил, что вот эти стойки учатся. Вот, и вот именно важные вещи надо тренировать. Также вот те, которые буквы выучили, ну, если накат, так, условно, министр спину, то буквы, в принципе, выучили, накатся лево-право, подрезка спину-право. Буквы выучили, обязательно надо вот включать то, что нужно закрепить, потому что вот эти моноконные действия, это анти-экран. То есть, ну, вот, скажем так, умея писать буквы строчками, мы стихи не научимся писать, да, стихи совершенно отдельно нам. И вот здесь я скажу, что те, у кого не получаются буквы, могут утешиться, что связь писания букв, писания стихов, ну, скажем, никакая. Можно корявыми буквами написать достойные стихи, можно и корявой техникой уметь обыгрывать. И вот многие ветераны, многие пророкы и игроки, они именно это и делают, они играют с учетами. Вот. Значит, смотрим, еще про подачу я говорил. Видели, да? Вот такой баллон полетел. Почему? Была видимость подрезки, подрезки нет. И вот я, смотрите, то ли было чистое, то ли видимость подрезки. Хотя сейчас я вспомню, что мы можем порог. Ну, просто это про свидетельности, да? То есть их надо чередовать как-то, ну, в происхожденном сочетании. И тогда это опасно. Если соперник это все понимает и через раз делает, он просто просчитает, да? То есть еще раз вот. Вот соперник обучается в процессе, так он привыкает. Еще один момент. Значит, есть в игре важные очки, есть менее важные. Естественно, ближе к концу игры вес очка повышается. И если вы ведете, скажем, 9-5, то вы думаете, что наверху вы выиграли. И, как бы сказать, козыри не надо раскрывать в конце времени, да? Играйте как играть. А вот если счет 9-9, 8-8, более-менее равный, или 8-7 вы проигрываете, да? Вам по залезу нужно очко, если проиграете, вы 7-9, и ваши шансы угромят. Вот здесь вы козыри должны достать, чтобы до детства попить. Вот какая-то подача, проверенная, правда, вначале, которая наиболее эффективна, вот и идет, и надо на конкурочку. Выпустили. Значит, еще, значит, обман. Короткая подача, длинная подача. При максимальной погрозности действия. Смотрим. Значит, тоже, если я отрабатываю на подачи, то это все будут, да? То есть я отрабатываю на подачи, да? Поэтому надо нарабатывать, нарабатывать 4 рублей, до 20 ухода на облазон. Правильно, вставай. Значит, почему я подаю вот из этой точки. Одинаковое расстояние до углов, поэтому мне всегда одинаково надо. А мне надо попасть, как раз мы дальше. Она стоит близко к столу. Вот знаете, потом, смотрите, когда вы свою стройку вырабатываете. Смотрите, слишком близко стоять. Ну, до короткого мяча затянутся легко, но, например, если вам сырка взять сюда подойдет, то это самая мертвая зона, мертвая зона. Особенно не забывайте. Вот. Значит, вот, длинный мяч, длинный короткий. Короткий мяч был раз, и второй раз уже. Вот. Теперь смотрите, я подал короткую подачу. Сейчас я делаю чип, тут тоже, потому что короткий. И смотрю, соперник, по моим расчетам, должен сделать шажок и стать ближе. Ну, это было естественно, да, короткую подачу, чтобы легко сыграть, спортивно сыграть. И я смотрю, сделал он это или не сделал. Если он там остался, я тогда замедлю и пощебну я, и я говорю, что он тогда. А потом спрашиваю, и подалю в любовь. Да, вообще никакой скоростности нет. Для начинающих, для более сильных игроков, которые на гаде ходят, вы, вознаняющих, и зашли, как-то, не надо. Да, если подача определенного урока, и не очень большое слово, значит, и все определяем. Так, как следующее. Значит, еще раз мысль. Каждый удар, каждый удар должен иметь какую-то цель. Да, я сказал о двух типах подальников. Значит, первое, это выигрыш, вероятно. Смотрите, можно ли я его еще раз начекунечку? Значит, это два типа. Первое, это непосредственный выигрыш, так и попытка выиграть непосредственно. Второе, неудобно, если соперник выдал удобный мяч, он зашли, скажи ему так. И, наконец, третье, то, что вам нужно представить, при игре с сильным игроком, о котором вы знаете, что он не прощает простых ошибок, и на вашей, представим, как дешевый обман, он не ловится. Третий тип подальников, чтобы соперник не смог начать активные действия, не смог атаковать первым ударом. Ну, желательно не так, чтобы у вас была возможность вторым ударом. Но задача именно не дать атаковать соперника. Если соперник более сильный, если соперник нападающий, то он практически с любой подачи атаковать может. Вот сейчас я несколько подач подаю, говорю, конечно, не подрядный, но вот моя будет задача, чтобы он не смог начать атаковать, а он будет вторым ударом. Видите, парень и парень и парень. Значит, что такое короткая подача? Где-то везде в литературе пишут, что основная и основная подача – это короткая подача. Это не значит, что мяч не останавливается 5 сантиметров от сердца. Это перебор, но такую останавливающуюся подачу можно создать только для коротких подач. Вот так. Вот я подаю, например, раз, и вот сюда. А здесь надо лучше высоту слова подавать. Ну, вот, что-то вот такое. Вот она короткая, но чтобы мяч и так останавливался, он будет довольно высоко здесь на сердце пройти. И у него будет фаза, когда он выше сердца и очень близко. В этот момент, если вы сомневаетесь опытом, он подачу просто убьет. Ему очень удобно, собрать даже вещи из-за мусора, но очень просто это будет выглядеть. Поэтому подача короткая означает только, что мячик минимум 2 раза прыгнет на столе. То есть, и при этом он будет достаточно низко лететь над сеткой. Значит, смотрим. Если мячик, вот, на 5-й дилет от сетки, он подстайкивает уже где-то на высоту сетки. Есть стандарты отскока. Значит, вот мячик пролетая на вот такой высоте над сеткой, подпрыгивает уже ближе к сетке. И чтобы активно сыграть, надо ему передать вращение. А вращение, когда не забавляем, теряем скорость. Поэтому, вот высота полета над сеткой тоже должна нарабатываться. То есть, что такое короткая подача, высота подача примерно, вращение это и пока слабое. То есть, потом можно так усиливать и подать. Вот, ну, что-то вот такое. Вот, атакуются, ну, и не так-то активизмом. Значит, впадал я не только в подачу, он не приспосабливается. Значит, мне надо обязательно иметь какую-то реверную оправданную подачу. Но это быстро будет, можно слева подать. То есть, нельзя подавать подряд 37-11. Соберите, быстро прилегает. Особенно, если он студент, который имеет высшее образование, вроде как, умный, два-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три. Значит, видно, да? Так, теперь смотрим. А он тут боится, да? Да, я вот такой баллон, не заману, не понимаю, что он сейчас завершил. Так, вот, взрослая подача, держай. Вот, взрослый будет, если соперник готов к мультику. Да? То есть, он в состоянии атаковать с подачи, и мне там отсюда сделать несколько. Вот. Теперь, ребят, мы что-то поставили, то есть, что будет делать. Вот. Голос, который не размяг, поэтому, конечно, брать, который не должен быть. Вот. Значит, еще обманываю, сложный. Значит, рука идет туда, а потом идет сюда. То есть, вот, какое движение, где-то, 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 где-то. То есть, варианты каких-то, ссыпать, или вот так. Вот смотрим, что бывает, и у вас отчаяния, как я смотрю, да? Я не попал, да, и, как с вами, да, вот, как-то не углю, не согнулся, не достаешься с ручки. Здесь полноценный шаг, выход по мне, с дверечки. Поэтому вот эта подача, ну, если соперник в том углу застрял, то да, мне все. Вот. А так, вы будете рисковать. Так. Не, он далеко, вот он не встает в своем углу. Я это, если он готов, на две-третьи стола, он, я буду нормально сдать. Но, вот, если туда и быстро, может быть. Просто подача, да? Вот сколько я очков выиграл, просто подача. И замечу, что у разных посильных игроков усилий зон, то не нужно выигрывать подача. А вот, вот, в начальном уровне, от вашего схода, я прошу завтра, что нужно выигрывать подачи, как можно больше. То есть, на этом нужно заработать, не только, как, вот, в принципе, запахнем, а это уже, в принципе. Вот, наверное, любимая задачка, да, вот я делаю лицо подрезка, но есть там подрезка, и нет, вот у него с праздником. Апал. Сиди. Значит, я уже учу чем-то, то ребят, иногда должен подавать подрезки, чтобы он их нормально принимал. Как рыбок, пикантливать нам, да, чтобы она шла. Если ты выкладывал эту шубику в окрестностях, вот, как бы, если больше не дождешься. А здесь, иногда она была на службе, а иногда попасться. Ну, и вот этот баланс важный баланс. Баланс. Ну, вот, когда обычная подрезка, мы принимаем, как-то в прописи, да, никаких трудностей. Ей моя задача скрыть, скрыть, делать лицо подрезка. Ну, и вот, что это, как-то, как-то начало решается. Вот. Ну, опять же, Димаш, на двоем уровне главная подача – это защитить себя от, возможно, так и суток. В поликоле сейчас подающий проигрывает. В теннисе подающий проигрывает, если он играет, скажем так, слабее, менее хитро. И поэтому ему, в первую очередь, именно, вот, подать, чтобы соперник узнему катакалово. Еще раз. Еще раз. Так, возможно, милем, так, возможно, короче. И какую-нибудь еще прощенницу, чтобы извергать. Р Anatolovic Р неб réttar. Да, вот он же припорная земля стала так вот только я для меня. Мы смотрим на сексер, мы его изучаем, и то, что мы думаем, опять же, воплощаем в какой-то элемент игры. То есть проверяем. Вот мне кажется, что для подачи можно привезти очко. Нет, очко в середине парки желательно, но не так важно. Но я должен проверить себя в середине, чтобы в начале парки, чтобы в конце использовать те подачи, которые вероятность 80% отцов принесут. АПЛОДИСМЕНТЫ Если мы подчеркиваем в двух, то для кого-то такая сложность, для кого-то нашего. Вот одно сложное надо применить. Значит, второй удар. Я с первого, как я сделал, я надеюсь на замысленный прием. Значит, вот я показываю, как эти эмоции сутки. Здесь очень удобно. Я его постинул, наверное, только дальше освободил сутки. Здесь, как шагмат, наверное, надо говорить о защищенных полях, незащищенных пространствах и незащищенных. Забрали соперника другом, у него появилась незащищенная территория с той стороны. Подогнали соперника от стола, у него незащищенная здесь. А корней соперника от стола тоже. Вот сколько мы это видим на традиционале. То есть, будто удар изо всей семьи удары, соперника три метра отошел, лениво так накрасывает, то есть, что шаг, когда за него залетил, будет тормозиться. Он дает завершенные ключи, а его, какую, вот другую, что за такую. Он бьет и пьет, несмотря смертью, все достает. Вот это, я считаю, тоже тупость нападающего. Значит, вот то, что я достаю, это, можно сказать, на него. А вот, на 10 сантиметров дальше, это не было. Почему? Потому что у вас принципиальная разница. Я помогаю, когда люди жаждают в сторону или не делают. Конечно, дети из всего школы будут двигаться всегда, но взрослые, а устроенность, то многие у них ходят плохо, и я не уверен, что там, в самом деле, через вас будут ходить, но нормально ходить, как требует, в таких детях. Вот. Поэтому, учитывая, насколько достает сотрудник, это штаб. Больше всего, вот, 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 хорошо. Будет, даже, медленно, другая, но это все эффективно, агрессивно. АПЛОДИСМЕНТЫ СТЕСМЕНТЫ Вот, вот, именно, она, не стоит, проверять. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Замысивает сейчас, да. Оставят, замысивают все где. Вот что получилось. Значит, надо при... АПЛОДИСМЕНТЫ Мы не имеем еще такое. Стоп. Значит, вот обращаем на это внимание еще, уже говорил еще раз. Значит, вот такой вот урагом на протестке Позволяет делать две подачи, очень контрастные, по Греху и петелку. Они совсем не похожи на друг друга, но от них 0 на 0 похожи на друг друга. Разница только в последний момент. И вот Греху с такими способами не пользоваться. 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 Ну вот, начнем. Давайте размашлять. Сидя, переезжайте вот на тот столик, а вы на курсе смахали. Давайте подать.